Притецем люди к тихому сему и доброму пристанищу. Скорой помощницы, готовому и теплому спасению по крову Девы, ускорим на молитву и подщимся на покаяние. Источает бы нам неоскудные милости Пречистая Богородица, предваряет на помощь и избавляет от великих бед и зол, благонравные и богобоящиеся рабы своя. Добрый день дорогие друзья, с вами снова передача Путь паломника и сегодня наш рассказ посвящен Казанской иконе Божьей Матери. Испокон веков Царица Небесная была покровительницей России, а Казанская икона Божьей Матери – одной из главных православных святынь. В самые тяжелые моменты милостивная заступница всегда приходила на помощь нашему народу, оказывая влияние на многие события в истории российского государства. Казанская, почему она самая чтимая Божьей Матери, она ее называет еще державной, потому что именно Казанская Божья Матерь почитает Россию, как свою колыбину. И этот праздник самый большой, светлый праздник. Еще Казанская икона Божьей Матери, почему она наиболее такая почитаемая? Именно потому что она способствует защите нашего Отечества, защите Отечества от всех внешних врагов. И с возрождением нашего православия, нашей веры православной, возведением этих храмов в каждом доме, в каждом доме должна быть икона Казанской Божьей Матери. Потому что она слышит наши молитвы и помогает нам в жизни. И помогает нам в жизни. Это очень хороший, большой, почитаемый праздник. Престольный праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери совершается дважды в год. Летний, 21 июля, совершается в честь обретения иконы в 1579 году. А осенний, 4 ноября, в честь избавления Москвы от поляков в 1612. На праздники Казанской иконы в Сержем собираются паломники не только со всей губернии, но и из других регионов. Вот и 21 июля в село съехались верующие с разных уголков России. Впечатлений, конечно же, очень много. Душа как бы так радуется. И все идут для того, чтобы попросить помощи, исцелиться. Вот. И я думаю, все, и в том числе и я, когда подходим к иконе, мы благодарим ее за то, что она нам помогла. Ну и потому, если народу здесь много, значит, действительно, эта икона всем помогает и исцеляет. Хочется напомнить зрителям и всем верующим о правильном почитании иконы. Икона Казанской Божьей Матери, как и любой другой образ, это изображение, которое является носителем благодати Божией, силой его. А почитаем мы все-таки саму Богородицу, а через нее и самого Христа. То есть, мы почитаем Богородицу через образ ее Казанской иконы. Праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери в Сержем начался с литургии. В этот столь значимый день верующие, собравшиеся в старинном храме в честь бессребренников Касьмы и Дамиана, молились особенно горячо, с сердцем, полным любви к Богородице и к Господу. Радуйся, невеста, ненебесная, превышая небесных сил, Радуйся, невеста, ненебесная, Удивлен очень много людей, Удивлен тем, что сам дух богослужения, он соборный. Именно соборный, когда много священнослужителей служат, Ну, хотя бы два-три, Он отличается от того духа, когда служит один священник. Там получается здесь, что Любовь Христова, которая описывается в Евангелии, Она вот видимая становится, Потому что идеология в самом богослужении, Что Христос посреди нас и есть, и будет. И вот то, что Христос посреди нас, Здесь, на святых местах, вообще везде, Это в Дивеево, будь то Псково-Печерский монастырь, Любой монастырь или же источник, Святое место, освященное, освященное самим Богом. В нем, в этих местах именно, Особенно сильно ощущается присутствие Божие. Воздух в храме совершенно изменяется даже. Какая-то густота, какая-то полнота начинает ощущаться. И соборность совместная, То, что мы называем, вот в символе веры, Верую в едино святую, соборную, апостольскую церковь. Вот то, что церковь соборная, совместная, Здесь очень явно, явно ощущается. Верую в едино Бога, отца Себе, жителя, Он сам не пусть и привидим, и в жизни невидимы. И во едино Бога, Господа Иисуса, Христа, Сына Божия, И в едино Бога, и живота, Отца Рождества, отец Ветра, Света, Росквета, Бога истина, От Бога истина, Рождества, не сотворяй, Иди на суть, что во своем жизни, Отца Сына Божия, С этого места, когда приезжаешь, обратила внимание, Вот такая вот фраза, как радость в сердце, Она не просто фраза, она какая-то невымышленная, непридуманная, Она действительно есть. Вот это ощущение радости в сердце, оно приходит. Ну и как-то вот еще могу сказать по своим таким впечатлениям, Неожиданно какие-то проблемы разрешаются, Которая голову ломала, не знала, что делать, А после паломнической поездки приедешь, И вдруг неожиданно все само, как Господь разрешит, И руками Матерь Божия, спасительница наша, заступница, разведет. Ну вот такие впечатления в этом месте, Поэтому приезжаю не первый раз и, надеюсь, не последний. В третий раз сюда уже приезжаю, на этот раз приехал с мамой. Мне это место нравится, исцеляет. Казанская икона, она моя самая любимая, Даже когда я родился, мне ее подарили. Сейчас будет крестный ход, мы все пойдем. Сейчас очень много народу пришло, Приехали со всех, наверное, уголков нашей Самарской области, А может быть и не только области, Посетите святое место. Сейчас будет крестный ход на святое озеро, Мы тоже туда пойдем. Пойдем туда. Туда пойдем, да. И думаю, посещение этого места приносит Не только радость, но и какое-то душевное спокойствие. И, наверное, помощь. Праздничный день в съежем продолжился крестным ходом на святое озеро. Здесь в 1958 году была явлена Казанская икона Божьей Матери. Вот наше село Съезжево славно еще тем, что Вот в районе, да, в пределах села Съезжево Господь некогда явил чудотворную икону Божьей Матери Казанской. Людям было это в 1958 году, Когда две женщины пришли на прорубь набрать воды, Как они обычно это по традиции делали, да, для того, чтобы приготовлять пищу, Для того, чтобы поить скот, То они увидели стоящую Божью Матерь, Вот возвышающуюся над прорубью парящую, Вот как бы полупрозрачную по воспоминаниям, И, который держал на руках младенцев, И вот в этом образе признали именно Казанский образ Божьей Матери. Ну, по поводу того, явилась ли сама икона, да, Смогли ли ее из проруби достать или нет, Как бы очень много расхожих мнений. Кто-то говорит, что она до сих пор хранится у кого-то из прихожан дома, И те не хотят с ней расставаться. Кто-то говорит, что икона как бы не далась в руки. Вот видели люди такое видение. И надо сказать, что, наверное, вот с этого времени началась какая-то новая пора, Новый этап жизни села. Хотя нужно сказать, что еще до этого, до явления в 1958 году, Образа Казанской иконы Божьей Матери, На этом месте, где озеро располагается на берегу этого озера, Находились монашеские поселения. И опять же таки, вот когда брали пробу почвы, Находили там деревянные кресты и даже кадила. Господь определил этому месту быть таким пристанищем молитвенников. Действительно, это место молитвы. И является оно и по сей день для многих верующих православных христиан. В часовне на Богородичном озере в празднике казанской иконы Божьей Матери Служит водосвятный молебен. А после освящения воды, паломники и местные прихожане С молитвой, верой и благоговением окунаются в Святое озеро. С молитвой, верой и благоговением окунаете на берегу здесь. Я была в Казани на месте обретения этой иконы Божьей Матери. Конечно, это все время в памяти, то, что это произошло недалеко от нашей области, то, что произошло в Центральной России, то, что это реально было, то, что икона помогала во время войн. Конечно, это наша память всегда, и что укрепляет нас в вере, чтобы мы всегда Божьей Матери обращались в своих трудностях, она никого не оставляет без помощи. В 1579 году в Казани случился страшный пожар, который превратил значительную часть города в пепел и лишил крови многих жителей. И тогда многие люди усомнились в существовании Господа. Но случилось чудо. В смутные времена, когда польские интервенты захватили Москву, образ Божьей Матери сопровождал русское ополчение. Выдвинувшиеся из Нижнего Новгорода к столице. Накануне решающего боя с поляками, наши воины три дня молились перед Казанской иконой. И не напрасно. Победа русских ополченцев стала еще одним знамением покровительства Царицы Небесной. Вообще значение не только иконы Казанской Божьей Матери, вообще участие ее в жизни, это неоспоримо, потому что мы читаем Евангелие. И при величайшем подвиге страста сердца, Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, вися на кресте, он в лице своего любимого ученика Иоанна Богослова передал весь род человеческий в ее покровительстве, ее материнском ходатайстве. Поэтому неоспоримое ее всегда участие в жизни рода человеческого, оно присутствует, особенно в русском народе, потому что русский народ стал богоизбранным народом, поэтому Матерь Божия изобильно изливает свои благодатные, живительные струи в нашей жизни. Можно сказать, если бы не ее защита, не ее покровительство, то я думаю, что может быть и вообще Российского государства и не было. Поэтому значение очень велико. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На празднование осеннего престольного праздника образа Богоматери мы приехали в поселок Мехзавод в храм Казанской иконы Божьей Матери. Сегодня у нас всеобщий российский праздник для всех крестьян России. Иконы праздника иконы Казанской Божьей Матери. Мы празднуем этот праздник. И, как говорится, очень рада, что существует он и существует вот этот храм и приход при нем. Дай Бог всем людям и всем, кто есть у нас на земле и детям здоровья, духовенству здоровья и всем-всем-всем мира на земле. Если бы не Богородица в нашем заводе, не знаю, что было бы. Если бы она нас не спасла, если бы она не явилась этим немцем, сейчас бы нас не было, наверное, скорее всего. С праздником! ПЕСНЯ 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 При храме вот уже пять лет действует воскресная школа. А с 1 сентября 2012 года и отдельное образовательное учреждение. Православная общеобразовательная школа «Благое отрочество». А в ней работают люди, которые осознают всю ответственность перед Богом за воспитание подрастающего поколения. Не просто взращивание, а именно воспитание в полном смысле этого слова. С приобщением к духовно-нравственной жизни и христианским традициям. К празднику Казанской иконы Божьей Матери учащиеся и выпускники воскресной школы вместе с педагогами подготовили концерт с песнями, стихами, театральной постановкой. Для самых маленьких детишек это было первое выступление. В Казанской позе Матери, дивно свечи, вечный взгляд, зоны дочери Матери перед ней смогу стоять. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Казанская икона Божьей Матери Казанская икона Божьей Матери относится к иконографическому типу Адигетрия, или путеводительница. И действительно, Матерь Божия через свой образ не раз указывала верную дорогу и простым людям, и военным предводителям, и всему государству. Перед образом Казанской иконы Божьей Матери молился царь Петр перед Полтавской битвой, а в 1812 году иконы Богоматери благословляли солдат, отражавших французское нашествие. И первое крупное поражение Наполеон потерпел именно в праздник иконы Казанской Божьей Матери. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для русского народа. И кто знает, каким бы явился исход этой жесточайшей борьбы, если бы не Богородица. По преданию, митрополит гор Ливанских Илья молился Царице Небесной и просил ее подсказать путь спасения России. Явившись молитвеннику в огненном столпе, Богородица передала определение Божие для всей страны. По велению Господа икону Казанской Божьей Матери обнесли крестным ходом вокруг Ленинграда, отслужили молебен в Москве и перевезли в Сталинград, где перед чудотворным образом ни днем, ни ночью не прекращались молитвы. Икона прошла с войсками всю Россию до самых границ. По определению Господа, переданному митрополитом Ильей, в дни войны были открыты храмы, по всей стране возобновились богослужения. Так, в самые суровые дни началось возрождение веры на многострадальной нашей земле. Казанская икона Божьей Матери помогла освободить Москву. Я считаю, что она наша заступница. Также Казанская икона благословляли войска Дмитрия Зонского перед битвой 1380 года с Мамаем. Казанская икона, конечно, наиболее почитаемый образ святой на Руси. Считается, что Пресвятая Богородица покрывает нашу Россию своим амафором, то есть покрывалом. Как бы крестом она закрывает нас от всяких бед. В центре сияет образ Владимирской иконы Божьей Матери. На западе Смоленской, на севере Тихинской, на юге Ивирской, а с востока нас охраняет образ Казанской иконы Божьей Матери. Любовь Божьей Матери к земле русской и каждому из нас безмерна. А ее покровом защищен весь православный народ. Каждый верующий человек постоянно ощущает присутствие Пречистой Девы в своей жизни, в своей судьбе. Так было испокон веков и так будет всегда. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова